Восемь утра на земле Эльбруса. Доброе утро, Карачаева, Черкесия. С вами Светлана Шаганова и Руслан Куркмазов. Мы расскажем о человеке из Узжигуты, который мечтает принять вакцину от коронавируса. При этом он совершенно не боится, что им будут управлять инопланетяне. Потому что нашим обществом инопланетяне уже управляют. Начинаем, поехали. Народ скупает доллары, надеясь заработать на валюте. А доллары и евро по симпатичному курсу продаются в Московском индустриальном банке. Сегодня в субботу вас ждут по проспекту Ленина, 71 в Черкесске. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Народ скупает не только доллары, но и черную рябину, гранаты и зеленый чай. Появилась информация, что немецким учеными доказано, что рябина, гранат и чай на 97% уничтожают коронавирус. Неужели найдено спасение от пандемии? Чтобы узнать подробности, мы связались с нашим земляком из Учжгуты, кардиохирургом клиники Шарите в Берлине Тимирланом Эркеновым. Уважаемый наш доктор из Германии, что это за разговоры про черную рябину? Несомненно, и гранат, и черная рябина, они очень полезны организму. Но то, что было написано на информационных ресурсах Яндекса и Тартаса, и остальных, то, что в немецкой клинике Ульма, в университетской клинике, ученые разработали и тому подобное, это пока не подтверждается. Я лично сегодня заходил на официальную страницу университетской клиники Ульма, новостную ленту полностью пересмотрел, перелопатил все, что можно было. Нет никакой информации пока, которая могла подтвердить то, что пишут свайс на немецкие источники российские СМИ. Тимирлан, так ведь слухи о рябине могут ведь поднять цены, как весной на имбирь. Если кто-то влил эту информацию в СМИ, значит, есть какая-то идея, может, они хотят на этом подзаработать, или что, я не знаю, может, наши СМИ работают быстрее, чем немецкие, может, в Германии эта информация выйдет завтра, допустим. На сегодняшний день такой информацией мы не владеем. То, что вот именно немецкие ученые сделали такое предположение, это пока еще не подтверждается. Доктор, вы будете вакцинироваться? Скажите максимально откровенно нам. Как только выйдет вакцина, которая будет подтверждена Всемирной организацией здравоохранения, я обязательно сделаю вакцину. Вас заставляют вакцинироваться? Или это добровольно? Первая категория людей, опять-таки, это будет только по изъявлению желания, никто заставлять не будет. Первая категория – это будут люди, которые относятся к риску, к зоне риска. И вторая категория людей – это будут медперсонал и чиновники. А уже во вторую волну будут вакцинировать всех подряд желающих людей. Так, давайте, Тамерлан, откровенно продолжим разговор. Если вас заставить невозможно вакцинироваться, что вами движет в желании вакцинироваться? – Заставить меня точно не смогут или кого-то другого. Единственное, почему я бы хотел сделать, потому что элементарная защита. Все открыто здесь. Вот эта вакцина, она вырабатывает белок, который будет убивать этот вирус внутри нашего организма. То есть заболеешь, не заболеешь, уже будет определенная безразница. Если он заразился вирусом, он будет уничтожен у тебя в организме за счет этой вакцины, которая вырабатывает белок специально. Поэтому отказываться от этого, учитывая данную ситуацию, будет глупо. Но еще раз повторяюсь, что нужно дождаться ту вакцину, которая будет подтверждена Всемирной организацией здравоохранения. – А вот вы не боитесь, что вас чипируют и вами будут управлять инопланетяне? – Мы, взрослые люди, понимаем, что нами уже управляют. Что те же самые гаджеты, они же нами управляют. То, что хотят, тем более от нас. Просто что нами управлять? Все, что нужно, сливается с мир. Вот, например, очень такой нужный пример получается для этой тематики гранатовый сок и черная рябина. Все уже люди готовы скупать его килограммами, тоннами и тому подобное. Вот это и называется чипирование людей. А то, что кому-то что-то вольет, ну, это, в принципе, пока, я думаю, еще это нереальная вещь, чтобы можно было роботизировать людей. – То есть инопланетян вы не боитесь? – Нет, инопланетян не боимся. У нас сейчас другие проблемы, другая весовая категория. То есть сначала нужно разобраться с вирусами и плюс нужно с последствиями этого вируса. Вот, например, если брать лечение у нас в республике или в регионах нашей страны антибиотиками, просто закапываются люди, забывая о том, что может произойти резидентность к антибиотикам. На сегодняшний день уже эта проблема была человека до пандемии. Это была очень большая проблема. И прогнозировалось то, что антибиотикорезидентность будет убивать людей больше, чем диабет и рак вместе взятые. То есть, учитывая вот это и плюс пандемия, и тут люди просто бесконтрольно вливают в себя антибиотики. Я бы посоветовал им консультироваться с врачом и только по показаниям. – Так получается, что люди травят себя антибиотиками? – Ну, реально так ведь получается. – Люди сами себя убирают в защиту со своего организма. То есть, если бы в нужное время этот антибиотик мог помочь, то, учитывая то, что без показаний и бесконтрольно сейчас вливаются эти антибиотики, то будет резистентность. То есть, бактерии будут устойчивы к антибиотикам. Поэтому люди будут просто умирать. – Доктор, давайте разъясним. Раз антибиотики считаются вредными в борьбе с коронавирусом, тогда чем лечиться? Дайте какой-нибудь полезный совет. Может быть, есть лекарства от всего? – Только симптоматическая терапия. К каждому пациенту индивидуальный подход. Противовирусное, обильное питьё. И если уже есть показания к антибиотикам, если уже есть показания к препаратам кортизона, это вот дексаметазон, который сейчас вливают всем подряд, он тоже не показан на постоянной основе в любом случае, он не должен. У него тоже огромное количество осложнений, поэтому только после консультации со специалистом можно начинать лечение препаратами такого ряда, как антибиотики, антибактериальный и кортизоновый ряд. – Спасибо, доктор Иркенов. – И мы переносимся из Берлина в Карачаево-Черкесию. – Сейчас у нас очень полезная весть для тех, у кого выпадают волосы. – Черкесские начали продавать специальное мусульманское средство – масло кобры. – У нас есть наличие масла кобры. Это, в принципе, в его составе не только масло кобры. Основной компонент – это масло кобры, жир кобры. Он способствует росту волос. Он очень хороший комплекс против выпадения волос. – Вот эти все ингредиенты, они натурального характера? Или это синтетически вообще? Откуда это все берется, где они уросли, где вообще кобра ползала до того, как сюда попасть? – Нет, безусловно, тут все натурального производства, все натуральное, ничего, никакой химии нет. Там комплекс масел, есть кастровое масло, репейное масло. Ну, основной компонент – это масло кобры. Он изготавливается из жира змеиного. Пакистанский производитель. Кобра была в Пакистане. Сегодня мы хотим поздравить с днем рождения нашу красавицу Изуз-Джугуты Мелиху Шаманову. Она уже давно живет в Нидерландах. И с супругом Максом растит сына Натана. Мелиха, мы желаем вам счастья и ждем летом в гости. Поздравление подписали большая семья Шамановых во главе со Светланой. И эта песня сегодня летит в Амстердам. «Ночь исчезает от утра» «Мы с тобой двоих лица упекаем от себя» «Я слышу шепот и шаги» «Нежный шепот в отвеки» «Я не чувствую земли, не чувствую» «Стай у любви на небес» «Крича, дай» «Твое сердце руки вся встреча» «Крича, дай» «Стай у любвленных два крыла» «Не бегут колоколью мой» «Крича, дай» «Нежный шепот и шаги» «Крича, дай» «Стай у любви на небес» 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 «Мои чувства бьют в дамы» «Я ищу горящий взгляд» «Невозможно описать» «Твой сказок» «Стай у любви на небес» «Стай у любви на небес» «Веча, дай» «Твоё сердце руки вся встреча» «Стай у любви на небес» «О влюбленных два тыла» «В небес удала» «Любовь бетельца» А сколь ты любучий? А сколь ты любучий? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Приятной вам субботы и хорошего настроения. Пока-пока. Хочешь в Амстердам? Нет, я хочу остаться в Карачаево-Черкесии. А почему не хочешь в Амстердам? Вот так вот мы глубоко и дышим. До встречи.